Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Осень для библиотеки – это всегда новая пора. Пора новых конкурсов, новых выставок, новых читателей. К нам приходит и старый млад. Мы всем очень рады, и этим знаменательна для нас осень. Для нас самое главное, что осень пришла, быстро закончится и скоро будет зима. Я родила сыночка. Это будет моим главным подарком – моим днём рождения в октябре. Самое главное для меня, как для главы – закончить строительство 23 социальных объектов. Это глобальная задача, выполнение которой ждут жители нашего района. Мы получили ответы, видновчан. И вы, дорогие телезрители, теперь можете задать себе вопрос. Так что же для меня этой осенью было самым главным? Вопросы самому себе иногда приносят пользу. С вами был Иосиф Гринберг, телесудия ТВ «Развилка». Жителям улицы завидно и не позавидуешь. Жизнем портит транспортный вопрос. Пробки здесь с утра и до ночи. Не заехать, не уехать. Сплошные нервы. Выстроили микрорайон Купеленко. И совершенно не предусмотрели парковочных мест. Поэтому передвигаться на машине вообще просто невозможно. А что будет зимой, когда с двух сторон будут сугробы? Я вообще с трудом представляю. Микрорайон прирастает домами, а парковок нет. В этом, как справедливо считают автолюбители и водители маршрутного транспорта, корень проблемы. Здесь большая проблема в частных автомобилях, которые ставят машины. Особенно утром по двум полосам, где попало. И как мы перевозчики, нам очень трудно подъехать. Мы подъезжаем сюда по три машины, четвертый мост, трансавто. Ситуация осложняется тем, что это единственный выезд из микрорайона. Других путей нет. А выход из ситуации бесспорно есть. И он очевиден. Ну, строительство новых дорог, новых трасс. Это очевидно. Особенно из нового микрорайона Купельники. Нужно дорогу новую построить. До трассы М4, конечно бы хотелось, чтобы новую дорогу здесь администрация города или района скорее бы построила. Пока суть до дела, автомобилей все больше, а зима, которую так боятся жители, близко. Несложно представить, что здесь происходит в часы пик. Транспортный вопрос стал проблемой для сотен жителей. И даже строительство гаража-стоянки не разрешит эту проблему. Остается надеяться, что у администрации найдутся возможности, чтобы исправить эту ситуацию. Илья Ивлеев, Анна Терюмина, Александр Хусевич, Нарфаминский телеканал. В истории про Гарри Поттера маги и чародеи использовали необычный способ передвижения. Волшебную платформу 9,75. Улица Строительная тоже отличилась необычным способом передвижения. Только вместо платформы тротуар и столбы. Но совсем не волшебные. Но даже пешком невозможно пройти. А с коляской приходится на проезжую часть выходить. Вот я стою озираю. Не знаю, как кому в голову пришла такая мысль поставить их, посидеть. Но бывает, что даже одному человеку с сумкой бывает порой неудобно. Но и без света было бы гораздо неудобней. Пенсионный фонд и центр занятости – это место достаточно людное. Только от такого благоустройства крайне неудобное в передвижении. Ситуацию значительно усложняют и автолюбители. В отсутствии парковочных мест водители вынуждены оставлять железных коней на тротуаре, создавая дополнительное препятствие. Ну это постоянно здесь, знаете, потому что здесь больше некуда пройти. Мы связались с начальником управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и постарались выяснить, решится ли проблема. Там и большое количество инженерных сетей, коммуникации проходят. То есть такое место, я говорю, достаточно сложно, несмотря на протяженность. Поэтому если будут технические возможности, естественно, мы, как бы в любом случае, примем меры по расширению участка дороги и устройства тротуара. Хочется верить, что проблема действительно решится. Ну а пока у пешеходов настоящая полоса препятствий. И без помощи порой никак не обойтись. Хотелось бы, чтобы этих столбов не было. Ситуация с девушкой была, я ее вижу каждый день. Особенно это проходит утром, когда час пик. Здесь школьная забита, машины здесь все едут. Здесь пройти вот именно с коляской вот такой девушки молодой. И невозможно пройти. Я не знаю, это не столб, а столб, наверное, какой-то разлуки. Ольга Юга и Сергей Емельянов. Специально для Братины. Дышать в комнате со стопроцентной влажностью, жить с плесенью, грибком и любоваться на строительный мусор. Так вынуждена жить эта молодая семья с маленьким ребенком. Квартиру новостройки они ждали около двух лет. Почти три с половиной миллиона жильцы заплатили за однушку в четырех километрах от МКАД. Вот только радости от новоселья нет. Мы мечтали жить в красивом районе с видом на лес. В хороших условиях, чтобы для ребенка были хорошие условия для его развития. А получилось все наоборот. Новые дома микрорайона видны и разрушаются на глазах. Объехало туда лишь около 50% дольщиков. Остальные жить в них боятся. Стены буквально трещат по швам. Подвалы затоплены. Вода в них стоит с 2013 года. В эксплуатацию сдано семь незавершенных домов, в числе подписавших разрешение на вод объектов администрация Ленинского района. В таком состоянии их приняла управляющая компания, которая сразу же сменилась. А новая отвечает, что жилые дома не стоят на балансе, а только находятся в управлении. Но ежемесячно присылают квитанции. Нам комментировать ситуацию отказались. У нас нет освещения. К подъезду не подойдешь. Столбы стоят, а фонаря нет. Потом вода все время в подвале. И все время у нас сыро. И запах нехороший. Грязь прямо упала. Ноги поехали. Скользко было. Дождь шел. Застройщик в нарушении нормативно-правовых актов не выполнил и благоустройство дворовой территории. Даже детскую площадку людям пришлось оборудовать за свой счет. Ситуация зашла в тупик. Жильцы многократно жаловались на недоделки. Только у одного из них за последние два месяца собралось не меньше 50 документов с отписками. Особую пикантность добавляет и тот факт, что генеральный директор компании-застройщика Александр Жданов, депутат Красногорска. История напоминает бразильский сериал, который все тянется и тянется. Губернатор приезжал в ЖК. Были даны поручения по выявлению недостатков, соответственно, предотвращению дальнейшего их появления и устранению. Но на данный момент ситуация не изменилась. Около пяти сотен дольщиков, в свое время наобладивших жилье, ждут, чтобы справедливость восторжествовала и надеются на помощь властей. Эта ситуация стала для многих семей настоящей. Марина Познякова, Сергей Васильевский. Специально для фестиваля «Братина». На остановке в 6-м микрорайоне пассажиры штурмуют автобус. Как говорят местные жители, в ранние часы занять сидячее место – большая удача. Такая ситуация возникла после того, как на 471-й маршрут вместо больших автобусов пустили общественный транспорт меньшей вместимости. По мере движения по городу автобус и салон постепенно наполняются. И, как говорят пассажиры, на конечной остановке уже яблоку негде упасть. Мне кажется, не продумано, что в час пик едет мелкий автобус, людям места не хватает. Некомфортно, конечно, стоишь, ждешь конечные. Согласно госконтракту, который администрация Ленинского района заключила с Министерством транспорта области, из Видного до станции Домодедовская должны курсировать большие автобусы. Всего 21. В данный момент ходят 15 автобусов меньшей вместимости. Что касается пассажиров, то среди них самих есть разногласия. Большой автобус. Вы не видели, какая была авария? Я видел. Поэтому это надо делать. Как выяснилось, новые автобусы были выведены на линию из-за проблем с инфраструктурой в 6-м микрорайоне. За комментариями по поводу сложившейся ситуации мы обратились в администрацию Ленинского муниципального района. Главой района было направлено обращение в адрес министра транспорта Московской области с целью на введение параметров этого маршрута в прежнее состояние и предусмотреть увеличение более комфортных пассажирских перевозок. Сейчас в администрации прорабатывают вопрос о переносе маршрута на другие улицы в 6-м микрорайоне. Походимо будет установить несколько автобусных павильонов, но до конца года мы всю эту работу сделаем совместными усилиями. В принципе, я надеюсь, что и Минтранс в данной части пойдет нам навстречу и согласует новый паспорт маршрута. То есть до конца года уже? Мы планируем, да. Учитывая, что в микрорайоне сейчас проживает около 30 тысяч человек, а впереди заселение новых кварталов, то проблема с транспортом здесь может привести к настоящему коллапсу. Между тем, до конца года остается два с половиной месяца. Будет ли решена эта проблема, станет ясно только зимой. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Ивантеевское телевидение для фестиваля «Братина». Видное перспективный строящийся город. Одна беда – мало рабочих мест. Приходится ездить в Москву. Вот только в последнее время некоторым видовчанам все труднее добираться до работы. Причина тому – политика местного филиала «Мост Трансавта». Замена больших автобусов «Галас» на менее вместительные «Газели» на маршруте 471 привело к пассажирскому коллапсу в нескольких новых районах города Видное. С утра в час пик жителям улиц Завидное, Ольховое, Северный квартал, Радужное приходится вставать пораньше, чтобы занять хотя бы стоячие места. Маршрутки переполнены, люди стоят. Это я вижу. С утра особенно, конечно, народу много ездит. Ну, 8-9, уже чуть попозже, уже посвободнее, конечно, когда люди с работы уже, на работу, вернее, все уедут. Ну, вечером то же самое. На маршрутках тоже надо в очередь постоять. Автобусы заменили 28 сентября. Как объяснили в «Мост Трансавта», из-за того, что водителям сложно было маневрировать на узких улицах. Однако, по словам самих пассажиров, ни задержек, никаких либо других трудностей это не вызывало. Что касается безопасности, что касается комфорта, возьмем автобус «Голоскания», там двойное стекло стоит, там хорошая теплоизоляция, там видеокамеры, датчики дыма стоят. Здесь же, ну, такое ощущение, что это табуретка. Реакция на замену автобусов последовала незамедлительно. Жильцы нескольких домов стали собирать подписи для обращения к губернатору. Несколько десятков жалоб появилось и на портале «Добродел». Не устраивает пассажиров вместимость и качество нового транспорта. Эти автобусы, конечно, неудобны. Вот, они едут, трясутся, подпрыгивают. Вот, ну, это мелочи, конечно, это мы бы, может, и потерпели, если бы хватало вот транспорта, увозить всех на работу. Совсем скоро будут сданы многоэтажки совсем неподалеку. Местные жители опасаются, что теперь места в маленьких автобусах и маршрутках им точно не хватит. Ольга Фомичева, Дмитрий Абрамчев. Специально для фестиваля. Братина. У нас 20-я юбилейная Братина. Репортаж «Колёс». И вот мы находимся в городе Видное. Город как город. И ничего сверхъестественного я в нём не вижу. И почему же тогда он называется Видным? Попробуем посмотреть в интернете. В словаре слово «Видное» имеет несколько значений. Первое значение – хорошо видно издалека. Вероятно, многие так и ответят. Я не знаю, почему, но красивее меня. Наверное, потому что он такой видный и красивый. Следующее значение слова «Видное». Видное в значении важное, значительное. И что же такого важного есть в городе Видное? Фрама, церкви есть. Тут всегда проводятся праздники, всякие мероприятия. Здесь можно найти много друзей. Кинотеатр «Искра». Есть здесь прекрасная церковь. Давайте-ка посмотрим следующее значение слова «Видное». Значение «рослый», «статный», «привлекательный». Это значит, что он должен быть очень заметным. Поэтому должен отличаться от других городов. Очень чистый город. Я не знаю. А вот еще интересно, как же правильно называть жителей города? Видновцы, видники или, может быть, видновчане? Видничане. Видновчане. Видновчане. Видновичи. Ну что ж, благодаря видновичам не стало кое-что ясно и видно о городе Видное. Теперь можно смело отправляться в город Домодедово. Судя по названию, там должно быть очень интересно. Ах да. Анастасия Диченко, Александр Союшев, телестудия «Маленький тонус», город Сергеев-Пасад. Репортаж с колес. Специально для 20-го из фестиваля Братина. Что могут запрещать дорожные знаки? Например, превышать скорость или разворачиваться. А вот в некоторых общественных местах города Видное появились знаки, которые запрещают целоваться. И скоро их будет еще больше. В центральном парке отдыха города Видное остался один месяц до закрытия аттракционов. Однако сам парк работает круглый год. Среди местных достопримечательностей необычные фигурки со знаками навигации. Эти фигурки разработаны на факультете дизайна Московского социально-экономического института. Веселые человечки символизируют семейный отдых на природе. И информируют о том, что можно здесь, а что нельзя. Среди знаков есть и такой. Целоваться запрещено. Руководство Центрального парка считает, что подобный запрет здесь совершенно необходим. Мы старались донести до людей морально-нравственный аспект, так как это детская площадка, дети, и мы должны им подавать лучший пример. По словам работников парка, если вблизи знака начнет целоваться какая-нибудь влюбленная пара, то охрана попросит нарушителей удалиться. Данные ограничения, они являются, по сути, незаконными, а самостоятельными действиями администрации парка. Молодежь гуляет, отдыхает, от такого рода ограничений ущемляют их права и законы интереса. Однако некоторые постоянные посетители Центрального парка уверены, целоваться в общественных местах можно даже при детях. Мне кажется, знак не очень правильный, потому что что плохого, потому что люди целуются. Лучше знаки не пить, не курить, не бросать бутылки и так далее. В целых я не вижу ничего плохого, ничего страшного. А вот отец пятерых детей Владимир Курушев даже дома при детях с супругой не целуется, религии не позволяет. Это замечательный знак. Я когда его первый раз увидел, очень долго смеялся. И я вспомнил выражение одного мудреца, он сказал, что если мы действительно любим друг друга, то мы должны проявлять наши чувства не на людях. Тем не менее, скоро веселой фигурке со знаком «целоваться запрещено» появится и в Тимоховском парке города Видное. Утренние пробки Утренние пробки – это то, чего ежедневно пытаются избежать большинство водителей. Мы же сегодня, наоборот, отправимся на их поиски. Проблема пробок, пожалуй, одна из самых актуальных для всего подмосковного региона. Жители города Видное, расположенного в непосредственной близости к столице, об этом знают не понаслышке. Как вы относитесь к утренним пробкам? Скажите, пожалуйста. Ужасно. Вот я могу не успеть доставить пиццу. Терпимо. Расслабляюсь и терплю. Спецсигналы даже не помогают иногда. Не знаю, даже с чем это связано, например, на улице школьной. Вот этот светофор надо переделать, потому что тут каждое утро пробка. Причем, как рассказывают водители, даже в утренние часы, когда этот светофор выключен, пробки здесь нет. Регулярные заторы – нередкое явление во многих частях города. Если решить проблему не получается, то можно попробовать изменить к ней отношения. Это мы и предложили сделать водителям. Пофантазировать о том, какую пользу можно извлечь для себя, стоя в пробке. Почитать книжку и так далее. Слушаю новости. Слушаю музыку. Послушать радио. Обдумать все планы на предыдущий день. Послушать музыку. В телефоне посидеть. Книгу написать в пробке в нашей. С таким количеством идей дорожный коллапс может стать отличным началом нового рабочего дня. Никита Панин, Екатерина Детловская, Александр Михайлов, Алексей Бойко. Телекомпания «Лобня» специально для фестиваля «Братина». Дворник Наэль каждое утро метет дорожки и газоны вокруг пенсионного фонда. Но этот переулок между улицами строительной и школьной уже не его зона ответственности. Однако оставаться безучастным к происходящему здесь мужчина не может. Вообще не убирается. Последний раз я убрался перед отпуском и все. Вот сейчас этот человек прошел, обдул. Я говорю, видите, лестница, здесь территория чистая. Он, да, вижу, а лестница, а что, это наша? В спор дворников прохожие не вмешиваются. Обходя ямы и пригибаясь перед новейшим над дорожкой деревом, они спешат по своим делам. Лишь сетуют. Ну, как сделали бы, как тротуарчик. Выложили бы. Конечно, было бы для нас удобно. А зимой здесь вообще не чистят. Поэтому, и хоть себе какой-нибудь сделали. Потому что иногда ночью здесь народу много ходит, и страшновато бывает иногда. Смирясь с неудобствами, прохожие преодолевают очередное препятствие. Ведь эта дорожка – короткий путь, в том числе к социальным учреждениям города. О лучшем видновчане мечтают, но на изменения не надеются. Если вот улица Строидная, которая проходит, центр занятости. Пенсионный фонд. Ее, если за всю зиму один раз почистят, и слава богу, и то после того, как бабушка упадет, сломает ногу или руку. Нет оптимизма и в словах дворника Наэля. Бетонные столбы. Они уже, не знаю, 10 лет здесь лежат. И никому ничего дела нету. Дерь сваленная. А с утра идут, школьники в школу идут. Опрятные, довольные, веселые. Но и по этой грязи. Поэтому неравнодушный дворник время от времени по собственной инициативе берется за внеурочную работу. Ведь хозяина дорожки ему найти так и не удалось. А пока городские власти решают, кому принадлежит этот переулок и кто будет за ним ухаживать, видновцы готовятся к зиме. Ищут пути обхода. Ведь когда выпадет снег, многим эта дорога будет недоступна. Надежда Трифонова, Сергей Федоров, телекомпания «Первый Матичинский». Специально для фестиваля «Братино». Звезды шоу-бизнеса спасут коров рядом с видным. Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия, Виктор Дробыш, Алексей Глызин и Илона Броневицкая выкупят буренок у сельхозпредприятия, расположенного на месте бывшего колхоза. Масштабное строительство нового микрорайона привело к закрытию фермы и угрозе жизни животных. Недавно я узнал, что микрорайон построили вокруг фермы. Я подъехал и увидел, что остатки коров хотят сдать на мясокомбинат. Подключил Илону Броневицкую. Она предварительно договорилась с нашими звездами шоу-бизнеса, которые готовы поучаствовать в нашей программе «Звездная буренка». Новостройки наступают, сельское хозяйство отступает. Под нож должны были пойти коровы в самом расцвете сил и в полном здравии. Животные здоровые, дают много молока, очень высокопородистые и высокопродуктивные. Совхоз имени 21-го съезда КПСС был одним из самых крупных не только в Подмосковье, но и во всей стране. Сегодня здесь разруха, брошенные здания, старая техника. И скоро вместо сельского хозяйства здесь будут стоять многоэтажные дома. Благодаря Артуру Волкову и звездам, коровы в ближайшее время переедут на новое место жительства. И будут продолжать приносить пользу для жителей Видного. Молокопродукты мы планируем распространять среди ветеранов города Видное. И также привлечь молодежь, чтобы дети приезжали к нам на ферму, учились доить коров, смотрели на них, общались, чтобы понимали, откуда берется молоко. Конечно, и дорого, и жалко мне их на мясо. Вот прям люди берут, когда на мясо говорят, мне их жалко. Потому что они нас кормят, они молоко дают, людей кормят. Просто, знаешь, привлекаешь к ним. У жителей Видного и администрации есть возможность поучаствовать в судьбе молодняка, который точно так же еще не готов пойти на мясо. Все желающие помочь буренкам могут звонить в телекомпанию Видное ТВ. В условиях импортозамещения поучаствовать в развитии отечественного производства есть возможности у обычных граждан и администрации. Фраминское телевидение специально для фестиваля Братино. Съемочная группа независимого телевидения Севастополя прибыла в один из городов-спутников Москвы. Видное входит в топ самых благоустроенных городов Российской Федерации, пишут интернет-издания. Так ли это, спросим у коренного жителя этого города. Поехали. Любите свою работу? Водить люблю. Это родной город Сергея. В его детстве не было высотных зданий и такого потока машин. Пробки, головная боль автолюбителей, видного сегодня. Основные проблемы, что с утра просто не выехать из города. Пробки ужасные. Куча машин с новых районов выезжают в старый район. И постоянно все стоит. В чем причина, как вы думаете? Ну, дома строят, дороги совсем не хотят делать. То есть остались старые дороги. Гордость видного – спортивная инфраструктура, рассказывает Сергей. Есть стадион «Металлург», баскетбольный клуб и даже ледовый дворец. Да, в последнее время, как мы построили все площадки, больше молодежи стала в футбол играть, хоккей, танцами, кто чем. Улицы и проспекты служат съемочной площадкой для создателей сериалов. Любят видные киношники. В район у нас здесь есть и новые дома, и старые. Можно как будто, как они снимают фильмы и пишут, провинциальный городок. Ну вот, да, пожалуйста, смотрите. На самом деле, как будто провинциальный городок. Уезжаешь чуть подальше, там, пожалуйста, уже современного города. Есть в видном и поле чудес. Так называют горожане элитный коттеджный поселок Варсторгуева. Город растет, строятся новые районы, современные школы. Словом, не считая пробок, видно – завидно. Маргарита Пронина, Денис Александрович, независимая телевидение Севастополя. С колес. Специально для юбилейной Братины. Что мы уже подняли зрение в это унылое октябрьское утро? Правильно. Танцы. Внеурочная пространство школы может и должно быть интересным для детей. В видновской гимназии в это утро особенно повезло. Прямо на переменах ребята танцевали под любимые песни. На больших переменах собралось более ста участников танцевальных флешмобов. Социальной подготовки и репетиции не потребовалось. Несколько простых движений – вот уже танцует все файе. Главное успевать – двигаться под музыку. Ученики разных классов от пятого до одиннадцатого совмещаются вместе в одном танце. И наше настроение поднимается, учиться становится легче, день в школе становится не таким скучным. И нам всем это очень нравится. Учащиеся и педагоги принимали участие по желанию. А проявив флешмоб – ученицы старших классов. Важная особенность у флешмоба – ненавязчивость и необычность. Она не мешает существовать в обычном режиме тем, кто хочет ее не замечать. Окрашивает новые яркие краски в жизни тех, кто готов в нее включиться. У нас танцуют все – и дети, и учителя. А что дает, наверное, огромный заряд энергии и позитива на весь учебный день, а иногда и на всю неделю. Идти в ногу со временем и использовать современные формы образовательного пространства – формула успеха Витновской гимназии, которая вошла в список 500 лучших образовательных учреждений страны по итогам 2015-2016 учебного года. Сергей Понькин, Александр Понькин, Королев, специально для Братина. Для успешного лечения важна не только забота медперсонала, но и в первую очередь самого близкого и родного человека – мамы, которая всегда находится рядом и поддержит своего малыша. Здесь, через стенку, находятся дети-отказники. Плакать бесполезно, никто не придет покачать или спеть колыбельную на ночь. Эти песенки малыши слышат через стенку в палате, когда чужие мамы поют своим малышам. Женщины от 20 до 40, самоустроенные какой-то личной своей жизнью, судьбой, приезжие, очень много из других регионов. Ну и, к сожалению, очень много тех, кто страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией. Этот малыш родился в конце сентября, и теперь его дом – детское отделение больницы. Здесь ему и отец, и мать – медицинские сестры, и нянечки. Все потому, что биологическая мать ребенка отказалась дать ему всю свою любовь и внимание еще с первых минут его жизни в палате родильного дома. Мама маленького Ярослава с гордостью рассказывает о последних достижениях своего сына – у мальчика ДЦП. Страшный диагноз прозвучало от врачей, когда Ярославу исполнился один год. Тогда, вспоминает Марина, это звучало как приговор – опускались руки. Мы говорили ребенку, что даже не сядет. Он у меня ходит, он ходит в обычный сад. Очень сложный период психологический для женщины, представляете, узнать, что твой ребенок не такой, как все, да, что на него будут где-то и пальчиками тыкать. Яся, расскажи, опа, это нормально. Заведующая педиатрическим отделением Винновской клинической больницы Антонина Зорина болеет за судьбу и здоровье каждого пациента. Сегодня в отделении 64 больных ребенка. Каждому надо уделить должное внимание, назначить правильное лечение. Слово врачебной семьи, и для меня это все было очень близко и интересно уже с детства. Чтобы решить проблему брошенных на произвол судьбы детей, нужно навести порядок в умах взрослых, считают сотрудники детского отделения больницы. Если решил завести детей, будь готов нести за малыша полную ответственность. Ведь материнская любовь не заменит никакая другая. Анастасия Пилипенко, Александр Егоров, телекомпания «Комсет». Ступина, специально для фестиваля «Братина». Парковый ансамбль усадьбы Волконских Суханова вполне мог бы стать подмосковным местом паломничества туристов, если бы не два факта его биографии. Первый. Архитектурный ансамбль 19 века нынче дом отдыха. Второй. Памятник парковой архитектуры находится в весьма плачевном состоянии. Здесь жили увечные солдаты после войны 1812 года. Их кормили. Была здесь, видимо, медицинская помощь. Люди доживали свой век. Церковь святого Дмитрия Ростовского, покровителя князя Дмитрия Волконского, в свое время была не только изысканным архитектурным ансамблем, но и несла социальную нагрузку. Богодельня, дом ветеранов, а в подвале – мавзолей семьи Волконских. В 20 веке церковь разорили, а в 21-м из полуразрушенного храма попытались сделать банкетный зал с пивбаром в бывшем склепе. Ну это хотели, да, бар там сделать. Ну кому? Все там уже давным-давно разрушено. Вообще усадьба знавала два периода расцвета – 30-е годы века 19-го и застойные годы эпохи социализма. Второй период – это в советское время, когда здесь был дом отдыха Союза архитекторов СССР. Когда государство из бюджета государственного поддерживало этот дом отдыха и пользовались очень многие известные люди. Сегодня даже из полуразрушенной архитектурной жемчужины коммерсанты пытаются выжать прибыль. Шатры для проведения свадеб и банкетов растут в парке, как грибы после дождя. В дне все там согласовано, все в порядке. Да? Здравствуйте. Под недобрыми взглядами смотрителей банкетного зала мы продолжили разговор о проблемах усадьбы. Такое количество людей проводит свадьбы. Вопрос, где туалеты, где вода. Ну в общем, действительно странно. Жалко, если такую красивую усадьбу просто загадят. О просвещенный 19-й век. Шикарные балы и выезды. Когда-то и загородная резиденция князей Волконских Суханова блистала. А вот сегодня, как в рассказе у Чехова «Дом с мезонином», усадьба оставляет крайне грустное впечатление. Андрей Ясаков, Максим Сарьков. Телевидение «Угреши. Город Дзержинский». Специально для фестиваля «Братина». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...